Едем дальше. На мою родину, в Казахстан. Ведь, как говорится, лучше гор могут быть только горы и свежий воздух. Все это ждет нас, Илона, на озере Копчегай. Я слышала, что это очень живописное место. И прямо сейчас расскажем о пяти причинах, кроме Александра Молочко, чтобы туда съездить. Водохранилище. Город Копчегай и водохранилище с одноименным названием находятся примерно в 80 километрах от города Алматы. Ехать предстоит по очень хорошей бетонной дороге. Так что время должно пролететь незаметно. Этот маршрут – первая причина, ради которой стоит отправиться к реке и водохранилищу. В любой сезон по пути встретятся десятки пеших туристов. Эти места давно приглянулись любителям пляжного отдыха. На водохранилище постоянно проходят соревнования поддонной рыбалки и спиннингу. Ходят легенды, что на Копчегае ловили самов длиной до трех метров и весом более ста килограммов. Огромное количество плотвы, огромное количество леща. Встречается толстолобик, белый амур. А в нескольких километрах от Копчегая на левом берегу реки Ильи уникальное место – урочище со скалами высотой более 60 метров. Третья причина, ради которой стоит посетить этот край – это, конечно же, знаменитые камни со знаками Тамгалы-Тас. Существует легенда, что в X веке вдоль реки проходили буддистские монахи. Они остановились здесь, устроили привал и в этот самый момент случилось землетрясение. А огромный каменный кусок отковался от скалы. Монахи расценили это как знак и высекли на нем три изображения Будды. Самая настоящая гравировка по камню. Точный возраст артефакта до сих пор не определен. Я сколько сюда приезжал раз, они здесь все время были. Я не могу сказать, правда это или не правда, потому что сам точно никому практически это неизвестно. У археологов есть еще одна версия происхождения наскальных рисунков. Будду могли высечь на камнях джунгары в 17 веке. Тогда земли ЖТСу принадлежали именно им. Реку Ильи очень любят туристы. Это хорошее место для кемпинга. Эти берега никогда не пустуют. Приехать сюда стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть самый крупный водоем в Семеречии. На том берегу реки есть очень интересное место. По виду это крепость или средневековый город. Туристов такие вещи привлекают, поэтому и мы отправимся туда. На первый взгляд древний город на самом деле декорации, приближенные к оригиналу и, пожалуй, самые масштабные из когда-либо созданных в Казахстане. Искусственную крепость построили 13 лет назад. Здесь снимали фильм «Кочевник» о противостоянии казахов с джунгарами. Тимур Сандыбаев, Самат Камебетов, МИР24 Сандыбаев, МИР24